Позор! 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 Я хочу сделать заявление после этого процесса. Мы, когда сидим в зале суда, мы говорим «Ваша честь». Так вот, судья сегодня, это человек, который может говорить «Ваше бесчестие». Потому что не было судебного следствия, не было ничего. Было просто оформление обвинительного заключения. Вот я, например, могу сказать поговорку, немножко переделанную на современный лад. «Незваный гость лучше татарина». Вот я совершаю сейчас уголовное преступление, по мнению наших властей. Если я начну рассказывать о том, какие зверства творили здесь немецко-фашистские захватчики, да, конституционные лагеря, убийства миллионов людей, холокост, о котором кричат евреи, я тоже, по мнению наших властей, совершаю уголовное преступление. То есть я не имею права высказывать свою точку зрения. Поэтому на сегодняшний момент я еще раз повторял и буду повторять, что это политический процесс, заказной процесс, который дает возможность посмотреть и показать, что будет с нами, с любым человеком, который выступает, высказывает точку зрения иную, нежели говорит наша власть. То есть свободы слова нет. Наша страна постепенно превращается в зону. Я жить в такой стране не хочу. И поэтому, если они считают, что я буду молчать после этого, я не буду молчать. Вот то, что сегодня было здесь, я вам скажу, что я испытываю гнев, разочарование и боль. Потому что сидели прокурорские люди, русские и православные. И когда они зачитывали то, что они зачитывали, им самим было стыдно. Вы понимаете, у нас нет судей. У нас есть с вами машина, которая просто-напросто расправляется с людьми, которые отстаивают нашу точку зрения. Поэтому мы не раз говорили, что судьи должны избираться, прокуроры должны избираться, начальники милиции должны избираться. Тогда у нас с вами будет какая-то возможность что-то доказывать. Вот что сейчас мы с вами смотрели, мы можем доказать. Да ничего. У нас нет никаких прав. У нас право стада и быдло, которое хозяева хотят направлять, куда им нужно. И поэтому я уже говорил, что хотим мы жить нормально, мы должны понимать, что добиться можем чего-то только одним, объединением. И когда я говорю, что давайте объединяться русские, я не выступаю против других национальностей или религий. Я в первую очередь говорю, что давайте мы свои права будем защищать сами, потому что никто этого не сделает. И вот то, что творится здесь в судах, я говорю, ну слов просто нет. Потому что, еще раз говорю, это полное бесправие. И когда смотришь на это, уже думаешь, да ребят, может быть действительно уже пора переходить к более радикальным мерам, потому что дальше уже некуда идти. Я еще раз повторяю, что мы бы однозначно будем подавать апелляцию, хотя мы прекрасно понимаем, что это политический заказ и в принципе и политическое решение, что ничего как бы не будет. Но с другой стороны, еще раз говорю, мы немолчаливое стадо. И поэтому еще раз, приговоры приговорами, а жизнь и правда, они все равно существуют. И я надеюсь просто-напросто, ну запрещают мне организации возглавлять, да бога ради, господи. Мне что, должны какие-то должности? Меня признали должностным лицом. Хоть самое смешное, сами прокуроры, два прокурора сидят и говорят, что эту акцию те организации, которые я возглавлял, не проводили. И тут я становлюсь должностным лицом. То есть настолько проведено безграмотно, топорно и главное, чтобы торопились побыстрее. Поэтому еще раз говорю, это просто-напросто расправа была. А самое главное еще, это пример тем людям, которые хотят идти вот этим путем. Но я всегда говорил, что я не являюсь защитником прав русских. Я защищаю свои права, мои. И моих детей, у меня их пока четверо. Поэтому если кто-то считает так же, становитесь рядом и мы свои права будем защищать. Вот и все. Вот это главное. И для этого, еще раз говорю, за это я буду идти все равно до конца. Поэтому как бы они ни делали, я еще раз говорю, я буду отстаивать. Вот сейчас я отправляюсь в прокуратуру Киевского района, где еще одно дело. На меня забудут по заявлению опять за разжигание. То есть получается так, что если я говорю, что у нас было три века промышленной работорговли, это разжигание межнациональной розни. Если были коллаборационисты, убийства русских детей и предательство массовое. Причем я цитирую постановление ГКО, за что выселяли отсюда татар. Это тоже преступление. Так елки-палки, что ж тогда получается? Они белые, пушистые. Только мы во всем виноваты. Не было такого. Этого не было. Тогда да, судите меня сначала, давайте выясним, что было, что можно, говорить нет. А у нас получается, говорить ничего нельзя. Ты должен молчать, работать, платить налоги и содержать это быдло, которое по телевизору у нас с вами вот с этими щеками хомяки сверкают. Я этого не хочу. Все, слава богу, что мы русские. Есть конституция, которая основные права и свободы закрепляет. У каждого гражданина есть право свободно мыслить и высказывать свои взгляды. Вот здесь мы в суде увидели яркий пример, что это не так. Если человек хочет высказать свои взгляды, по мнению субъективного, кого бы то ни было, прокуратура, СБУ, милиции, которые оформляются в виде обвинительного заключения и приговора, вот эти права нарушаются. Никакого формального состава, как сказал судья, эта статья не предусматривает. Любое преступление должно иметь негативные последствия. Соответственно, скажите мне, пожалуйста, вот Тюнин высказался. Какие-то негативные последствия для кого-либо имеют? К сожалению, для власти никаких, они никаких выводов не делают. Это обычное политическое дело, которое очередной раз показывает, что в Украине до демократии, не буду говорить, как до чего, и до правосудия, и до честных судов, это очень все далеко. И, к сожалению, нет никаких шагов, вот даже сейчас, чтобы это все изменить. То есть с каждым днем становится все запущеннее и тихуше. Вот есть конкретные лица в данном процессе, которые допустили этот беспредел. Так пусть вся страна их знает, и конкретные лица. Ну, вы посмотрите, как прокуратура гуляет на день прокуратуры, на каких машинах приезжают, какие счета оплачивают на их зарплату. О чем это говорит? О сплошной коррупции. Да, и они все думают, что мы вокруг идиоты, они одни умные. Они когда-нибудь доиграются, их будут бить на улице. Ну, просто нам, они уже так достали. А как фамилия судей, который боялся прочитать приговор, шептал себе под носом? Какой? Сегодня. Сегодня судья Деменок. Я ничего не могу про него плохого сказать, он работает недавно. Это просто подстава. Вот его дают, говорят, вот это ты доведешь до приговора и вынесешь его. А нет, есть высшая кольцо на комиссии, где сидят высокоморальные члены на таких же Майбахах и Лексусах, которые его просто завтра уволят и все. А человек, может быть, это его как бы судьба и система такая. Система. Но в то же время у каждого человека есть выбор, да? Был бы я бы судьей, я бы такой приговор не вынесся. Кто бы мне что ни говорил. Что у меня есть свое мнение, и я должен думать не только о своих деньгах и зарплате, да, и карьере. Что думать о том, что я представляю в обществе. Завтра, как в глаза людям смотреть? Он же сам понимает и мысль понимает, что ему заставили это сделать. Он прошептал и выскочил из зала, как зайц. Я на правах атамана общины, которая была в центре этих событий, в центре предания гласности, убийства русских детей. На правах атамана общины, которая помогала этой семье и с жильем, и с деньгами. Я хочу сказать, что я присоединяюсь ко всему сказанному Владимиром Леонидовичем Тюниным на этом пикете, за который его судили. Можете судить меня, но я хочу сказать, что нас много, и вы нас не запугаете. Мы присоединяемся к Тюнину. Слава Богу, что мы русские, слава Богу, что мы казаки. Я прошу оператора навести камеру в противоположном направлении, вот на эту машину. Это машина работника суда. Председателя или рядового судьи мы не знаем. Вот чтобы знали, на чем слуги народа ездят. Вот находясь в пункте этого здания, я просто прихожу в ужасе от того, что мы сегодня заслушали в суде. Мне кажется, судья, который перечитывал нам одно и то же по бумажкам о таком ужасном преступлении Тюнина, был сам в ужасе. Он зачитывал его выступления, которые полностью соответствуют законам Украины. Тюнинг, с которым я провожу много пикетов и митингов, ни разу не отступил от законов этой безногой Украины. Я стояла и слушала. Я уже не могла стоять, я думала, или я в дурке нахожусь. Когда зачитывали то, что Тюнин призывает власти опомниться, принять меры с крымским татарским населением, у которого такой нации вообще не существует, крымское татарское население. Я еще раз подтверждаю, татары пришли в Крым как завоеватели. Татары из поколевиков были предателями, работорговцами. Они и по сей день бесчинствуют здесь. И почему мы должны, русские, позволять, когда они насилуют наших девчонок, и они рожают полукрова, когда они убивают наших девчонок, когда они убивают наших детей. И эти предатели, которые пришли и выжили благодаря Порошилову, это он их спас, когда их выселяли из Крыма, иначе бы местное население с ними расправилось. За эти детские головки на улице Очаковца в Севастополе они отрезали и на столбики их нанизывали. Кто ответит? Мир с ног на голову перевернулся. Я обращаюсь сейчас к Януковичу, я послала ему телеграмму. Прекратить этот беспредел в отношении русского народа. Русский народ, более 20 миллионов в Украине. 2 миллиона русских Крым и Севастополь. Остановить. Великую русскую нацию решили растоптать и уничтожить. Виктор Федорович, мы обращаемся к вам. Прекратить беспредел. Мешаться, я так и написала, мешаться в это судопроизводство и отменить все наказания Тюнину. Он наоборот предупреждает власти о том, что может быть. Может быть, русский медведь проснется. Поэтому остановите беспредел. Слава Богу, что мы русские. Уважаемые товарищи, мы все с вами были свидетелями чудовищного очередного судебного произвола со стороны судебных властей. Я внимательно слушал то, что оглашал судья действия Владимира Леонидовича. Все, что он оглашал действия, он их подробно достаточно оглашал. Там все находится, действия Тюнина находятся в полном соответствии с правовыми нормами и никакими правонарушениями, в том числе и разжигания национальной розы, никакой не относятся. Все это действительные факты, которые имеют место у нас в результате полного бездействия украинских властей и в том числе и судебных. Поэтому, значит, мы, думаю, правы будем и должны быть потребовать отмены этого незаконного приговора и восстановления полных прав Владимира Леонидовича. Мы, русские люди, должны защищаться, имеем право защищаться и будем бороться за свои права. Спасибо.